Этому глобальному обману уже больше 50 лет. Его стоимость триллионы долларов и миллионы человеческих жизней. Почти во всех странах мира заговор уже раскрыт, а его зачинщики выплачивают огромные штрафы. Но есть одна страна, где правда об этом бизнесе пока находится под запретом. Мы попытаемся ответить на самые неудобные вопросы о табачной индустрии. Что на самом деле находится внутри сигареты? Табак или опасная химия? Почему женщины и дети – главная цель табачных корпораций? Как в России выпускают сигареты для самых маленьких? Кто в Государственной Думе и правительстве обслуживает интересы табачных компаний? Впервые секретные документы табачных корпораций и откровения работников самой закрытой в России индустрии – о том, почему вам и вашим близким никогда не удастся бросить курить, а ваш ребенок, скорее всего, станет курильщиком. Все законы, которые принимаются в Российской Федерации, якобы для контроля над табаком, принимаются в интересах производителей табака. Это было бы возможно? Заменить никотин? Абсолютно. Но почему они этого не делают? Потому что они не хотят. Вы рассчитываете так, что вы подняли цену, все, бросили курить, ребенок молока не получит, потому что он будет курить. Россия – одна из немногих стран, где проводится табачный геноцид против нации. Системный геноцид в интересах очень узкой кучки людей, которые наживаются. Бескрайние просторы Вирджинии, табачные поля, лучшие табаки и крепкие парни, что собирают их для вашей сигареты. Когда вы покупаете пачку, вы уверены, что это практически экологически чистый продукт. Все это – ложь. Такого табака в сигарете почти нет. Зато есть вот это. Синие бочки с едкой жидкостью, а внутри – более 400 химических элементов, позволившие индустрии снизить стоимость пачки практически до одного цента. И подсадить на сигареты полмира. Этим пропитают обычную бумагу, потом добавят немного отходов табачного производства, упакуют и разложат по коробкам. В 2000 году Королевским колледжем врачей Великобритании был опубликован доклад, который назывался «Почему необходимо признать никотин наркотическим веществом?» Вот шокирующая правда этого доклада. В сигареты добавляют специальные вещества, которые не ослабляют, а усиливают действие и зависимость курильщика от никотина. Что же это за вещества? Мочевина. Афродита сигаретного бизнеса вышла совсем не из морской пены. Коровьей мочой начали пропитывать табак на сигарет еще в 50-х. Добавление мочевина защелачивает табачный дым, в результате чего никотин гораздо быстрее всасывается, оказывается в головном мозге и оказывает свое аддиктивное действие. Аддиктивное действие – это привыкание потребителя к продукту. Отныне оно происходило практически молниеносно. Сергей Остроухов – единственный в России работник крупнейшей табачной компании, согласившийся рассказать, что находится внутри сигареты и чего производитель никогда не напишет на пачке. В соус-фермицизаторе содержится порядка 400 химических веществ, в том числе фазген, согласно официальной предоставленной информации производителя. И не говоря уже о очень тяжелых токсических веществах, которые, в общем-то, присутствуют в каждой сигарете. К нам в руки попал этот список, который вряд ли когда-нибудь опубликуют. В нем сложные химические вещества, используемые для производства сигарет. Каждый из них выполняет свою функцию. Аммиак способствует, чтобы сигарета не тухла, и никотин быстрее всасывался в кровь. Здесь есть и бензолы, и формальдегиды. В этом списке почти 30 позиций, особо опасных для здоровья добавок. Есть даже боевые отравляющие вещества. Сейчас то, что у нас подразумевается, что в сигарете табак, это не что иное, как фитиль, который пропитан химическими веществами для создания вкуса и, в общем-то, иллюзий, что ты куришь табак. Эти бочки, что мы сняли на одном из табачных производств, сразу после съемки отправятся в цех. Теперь именно химикаты отвечают за вкус сигареты. Они заменили табак и позволили приблизить стоимость сигарет почти к нулю. К моменту, когда меня откровенно уже оттуда выжимали, увольняли, и были внедрены технологии БАТа, американские технологии, стоимость сигарет на момент моего увольнения приближалась, вот этих тысячи сигарет приближалась к одному доллару. Это уникальная съемка. Директор одной из табачных компаний согласился показать нам святая святых, так называемая «праймари» – линию по подготовке сырья перед тем, как оно попадет в ваши сигареты. Не 10 лет назад, ее 15 лет назад вообще выбрасывали, потому что не было технологий по ее переработке. Директор табачной фабрики рассказывает про так называемую «взорванную жилку» – еще одна тайна экономии табачников. Когда они поняли, что даже отходы можно использовать в производстве, для индустрии началась новая эра. Долгое время из табачного листа в производстве сигарет использовалась только часть этого листа. А довольно большая его часть, жилка так называемая, твердая часть этого листа, уходила в отходы. Отходы достаточно ядовитые, и именно поэтому их утилизировать было сложно. И фирмы, производители табака, несли потери. Думая о том, что можно сделать с этой жилкой, по-разному экспериментировали, додумались до того, что ее можно мельчить, запихивать его в токлав, пропаривать, а потом резко снижать давление. Жилка взрывалась, и так называемая взорванная вот эта жилка мельчилась и добавлялась к табаку. Остается всего одна проблема. У такого продукта почти отсутствует вкус и крепость. Ее решают знаменитыми химическими добавками. Опять-таки, это самое важное, чтобы сохранить вкус в сигарете. Вот барабан, где происходит увлажнение. И вот сюда же добавляется соусаром, ароматизатор. Давайте попробуем взглянуть на содержимое сигареты. Если всмотреться в то, что многие принимают за табачный лист, среди небольшого количества табака и той самой взорванной жилки, можно с удивлением увидеть порезанную на части бумагу коричневого цвета. Еще один секретный ингредиент – король экономии. На сигаретных фабриках его называют восстановленный табак. Он приходил на резы, но это было очевидно, что это не что иное, как пыль, которую, в общем-то, всегда утилизировали, положенная на клейкую массу. В табачной индустрии работают талантливые люди, разумеется. Придумали способ утилизации вот этой пыли отходов производства. Они ее свозят на фабрику в Елец. Там эти отходы производства и пыль длитное время вывариваются в чанах. Получают кашицу, которую высушивают, и получается некое папье-маше, что-то напоминающее папье-маше, и отвар, который они называют табачным ликером. Проблема в том, что в этом папье-маше, который получается в результате этих действий, действительно очень немного смола никотина. И все смолы и никотин находятся вот в этом растворе. И таким образом, смачивая в последующем вот это папье-маше вот этим вот ликером, отваром, и добавляя всевозможные соусы, ароматизаторы, состав которых никто не знает, и они приводятся из Германии, можно регулировать и содержание никотина, и содержание смолы, что угодно писать на пачке сигарет. Больше всего это похоже на дешевую бумагу с очень неприятным химическим запахом. Это и есть основа того, что через некоторое время подожжет и с наслаждением вдохнет свои легкие курильщик под видом табака. Так в продаже появились легкие сигареты. Легкие сигареты отличаются от обычных только тем, что весят легче, и сделаны они из отходов табачной промышленности, из взорванной табачной жилки, жилки листа. Легкие сигареты – одна из модификаций идеи более безопасных сигарет, которую для табачной индустрии придумали специалисты по пиар еще в 60-е годы. Тогда у сигарет появился бумажный фильтр, потом фильтр из синтетического волокна, потом на пачках появились надписи о содержании никотина и смол. Объединяло все эти инновации одно – вместо того, чтобы бросить курить, потребитель выбирал будто бы более безопасные сигареты. А табачные компании до сих пор считают доход. Ни сигаретные фильтры, ни снижение количества никотина и смол в сигарете не меняют риски заболеваний, не снижают зависимость, которая развивается от курения. Это хороший маркетинговый ход. Мы предлагаем вам несколько более безопасную продукцию, платите больше денег. Еще одна невероятная уловка табачных компаний. На любой упаковке любого продукта вы найдете описание, из чего он сделан. За одним исключением – сигареты. Список из десятков химикатов и ингредиентов заменен одним словом. Ситуация настолько плоха и она настолько серьезна и страшна, что они стараются эту информацию не давать. Поэтому все вещества они закрыли одним словом смола. Профессор Заридзе больше 30 лет изучает опасные вещества, содержащиеся в сигаретном дыму. Его исследования, как и сотен таких же ученых по всему миру, доказывают – более безопасной или менее безопасной сигареты не существует. Фильтр не останавливает канцерогены, вызывающие рак. А писать о содержании смолы или никотина в сигарете – все равно, что писать о цвете ядерного заряда на бомбе. Совершенно бесполезно. Вот мы изучили сигареты. Коллеги наши по всему миру в 25 странах купили одинаковое «Мальборо» – «Филип Моррис». «Мальборо», которое все знают. И в этих сигаретах было примерно одинаковое уровни смолы. Но мы изучили в них содержание вот тех табак специфических, надмитровых соединений, о которых я говорил. И разница была колоссальная. Выдающийся химик Билл Форрен. Восемь лет он занимал ключевые посты в компании «Филип Моррис». В это время его задачей было изучение опасности продукта, который выпускала эта компания, и изобретение более безопасной сигареты. Сигареты «Мальборо» – знаменитые сигареты фирмы «Филип Моррис». Сегодня фактически такие же опасные, какими они были в 1972 году. Хорошо, если мы провели все эти исследования, чтобы сделать ее менее опасной, то почему она не изменилась? Если говорить в общем, то менее опасная сигарета должна стать принципиально другой. Настолько другой, что человек скорее откажется от курения, чем будет потреблять этот новый продукт. Вообще, многие обезопасенные табачные продукты проще выкинуть в урну, чем курить. Но вы же не можете рисковать половиной, тремя четвертями вашего бизнеса. Поэтому людьми, которые этот бизнес держат, было принято решение его не терять. Зачастую обезопасенные сигареты для табачной компании означают конец бизнеса как такового. Восемь лет он пробовал создать безопасные сигареты, пока не выяснилось, что его компания эта продукция просто не нужна. Уменьшение количества зависимых людей для индустрии – это конец бизнеса. Поняв это, Билл Форрен начал говорить. Если никотинозависимые захотят, мы можем дать им более безопасную альтернативу сигаретам. Это легкие гели, чистый никотин без химических добавок. Люди, работающие в Филипп Моррис, владеют уникальными технологиями, позволяющими полностью заменить нынешние опасные сигареты. Была даже создана отдельная компания – Крисали, с торгующими веществами, замещающими наркотики. И эти же вещества могут заменять никотин. Это было бы возможно? Заменить никотин? Абсолютно. Но почему они этого не делают? Потому что они не хотят. Чтобы понять, как такое вообще стало возможным, надо углубиться в историю. В конец 50-х, именно тогда ранее конкурировавшие между собой табачные картели, решили объединиться. Эта встреча в Соединенных Штатах была поворотным моментом. Поворотным моментом в использовании лжи, введения в заблуждение, коррупции для того, чтобы удержать рынок. Они проводят совещание, на котором заявляют, что они ответственные, социально ответственный бизнес, что они прекратят вообще свою торговлю, если окажется, что табачная продукция вредна для здоровья. Мы разделяем обеспокоенность о человеческом здоровье, понимая свою ответственность, как наиболее важный момент в нашем бизнесе. И это основа, на которой мы твердо стоим. Заявление Фрэнка – это ложь. Это наглая ложь. И потому это очень успешная ложь. В это время внутри табачных компаний было достаточно знаний того, чтобы утверждать, табак убивает людей, и вслед за этим умрут еще десятки миллионов людей, из-за того, что табачная индустрия будет получать свои суперприбыли. С 50-х годов то, что мы знаем о табачной индустрии и то, чем она является на самом деле, расходится все дальше. Благодаря талантливым работникам, пиар и рекламы, мы верим в специально придуманные для нас мифы. Давайте сфокусируемся на вопросе, кто наш враг. Это не народ и не политики. Это профессора медицины. Ученые. Что бы они ни говорили, что бы ни вынесли на обсуждение публики, мы должны создать новое научное видение в качестве опровержения. Или, по меньшей мере, подвергнуть сомнению любое из их высказываний, и нам нужны новые исследования. Черт возьми, вы с нами вместе или нет? Мы здесь боремся за наше выживание. Нам нужно провести собственные исследования, которые помогут нам сохранить лицо. И послушайте, вы же понимаете, что любое исследование, которое мы бы не провели, не будет иметь никакого отношения к реальным курильщикам на улице. Именно так. Мы говорим здесь о финансировании работы дружественных нам экспертов, о наших собственных специалистах, которые в состоянии писать научные труды, такие как «Правда о сигаретах» или «То, что вы должны знать о курении». И мы опубликуем результаты наших исследований повсюду. Эта ложь, растиражированная миллионами копий, позволила удерживать прочное положение бизнеса вплоть до середины 90-х, когда 46 штатов США провели массовую антиникотиновую кампанию, предъявив иск табачным корпорациям. Главы семи крупнейших табачных компаний были призваны в качестве свидетелей. Хорошо зная, что добавляются в сигареты, они продолжали говорить о том, что не знают о вреде выпускаемой ими продукции даже под присягой. Итак, вы утверждаете, что никотин не вызывает привыкания? Да, я считаю, что никотин не вызывает привыкания. Господин конгрессмен, табак и никотин, очевидно, не являются по своему действию наркотическими. Этому нет никаких доказательств. Господа, как насчет всех остальных? Только коротко прошу. Я верю, никотин не вызывает привыкания. Я верю, что никотин не вызывает привыкания. Я верю, что никотин не вызывает привыкания. Я верю, что никотин не вызывает привыкания. На этот раз индустрия ждала настоящего краха, миллиардных штрафов и катастрофического падения продаж продукции. Но их спасли. Почти как в сказке. Мы с вами. После самого крупного в истории Америки штрафа более чем в 200 миллиардов долларов, повышение акцизов на сигареты и запрет на курение в общественных местах почти по всему миру, рынок бывшего СССР стал для крупного табачного бизнеса единственным шансом сохранить продажи. Удивительно, но в начале 90-х захват закрытого советского рынка занял всего пару лет. Разом прикрывается целый ряд московских заводов на профилактику одновременно. Разом прекращаются поставки табака из стран, которые теперь мы называем ближним зарубежьем, из Центральной Азии, из Грузии. В течение некоторого времени с рынка пропадают все табачные изделия. И тут же выясняется, что прямо на границе стоит огромное количество эшелонов, груженных на иностранные табачные продукции. Достаточно быстро в белые пушистые приходят транснациональные компании. Депутат Государственной Думы, бывший вице-премьер правительства, Кеннадий Кулик в начале 90-х занимался как раз контрактами Минсельхоза СССР с зарубежными табачными компаниями. Интересно, что почти в один момент подведомственные Кулику крупнейшие табачные фабрики страны встали на профилактику, а транснациональные компании триумфально вошли на советский рынок. Я получил такой карт-бланш договориться попробовать с фирмами иностранными, чтобы они дали нам, ну так будем говорить, в долг энное количество табака. В ранге министра, потом вице-премьера, а в последнее время в качестве руководителя ключевых комитетов Государственной Думы он не переставал заниматься проблемами табачной индустрии, дела у которой с каждым годом и с каждым новым назначением Геннадия Кулика шли все лучше. Мы задали вопрос, почему его имя так часто упоминается в документах табачных компаний в таком позитивном ключе? Я не имею понятия, о чем вы говорите, я не имею понятия, что он пишет дальше. Господину Геннадию Кулику, заместителю председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. Уважаемый господин Кулик, я надеюсь, вам понравилась ваша поездка в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и особенно ваш визит в Шотландию, одной из самых красивых частей нашей планеты. Не хотелось бы верить, ваш визит поможет вам лучше понять нашу компанию, наш бизнес и наши ценности. Я даже, если такая тема, я не хочу разговаривать. Не хочу я разговаривать. Потому что, да нет разговора. То, что я с ними общаюсь и буду общаться. Вчера только были, нет, не вчера, на той неделе были. Все табачники, весь табак Союз приходил. А что к вам-то пришли? А как же? Ну, я же бюджетный комитет. Но его главное достижение – это технический рекламент по табаку. Скандальный закон легализовал в России запрещенные в большинстве стран мира химические добавки к сигаретам, надпись «Легкие» и «Суперлегкие» на пачках и не разрешил печатать обязательные во многих государствах фотографии, рассказывающие правду о последствиях курения. Такая антитабачная реклама в России отсутствует и на пачках, и на телевидении. Суд против грандов табачной индустрии по нашим законам выиграть практически невозможно. Их деятельность в России теперь полностью легальна, благодаря техническому регламенту. Технический регламент – это преступление, которое совершила наша законодательная сфера. Значит, технический регламент обсуждался с табачными компаниями, людьми, и никого из специалистов к этому обсуждению не привлекли, никого не пригласили. Закон, написанный в интересах табачной индустрии, продвигал в том числе и вот этот человек – Надежды Школкина, которую эксперты называют основным представителем табачной индустрии в российском парламенте и в российских министерствах. Она играет совершенно трагическую роль в современной истории России. Она является ставленником транснациональной табачной индустрии. И надо понимать, что та организация, которую она возглавляет, Совет по развитию табачной промышленности, был создан именно транснациональной табачной индустрией. В первую очередь для того, чтобы лоббировать свои интересы в органы государственной власти. Недавно Надежда Школкина стала членом общественной палаты. Мне эта тема неинтересна. Вы же не занимаетесь? Мне эта тема неинтересна. Это интервью Надежда Школкина дала ровно за неделю до своего другого заявления о том, что в России не нужно торопиться с ограничением табачного бизнеса. Именно к ней, а не к депутатам, до сих пор предлагают обращаться в аппарате Государственной Думы, если возникают вопросы по антитабачному законодательству. Я узнала, что можно заправить, у вас круглый стол будет в Госдуме. Да, это будет 15-го. А можно на него записаться каким-то образом? Да, телефон запишите. Пишу. А кого спросить надо? Школкина Надежда Васильевна. Кто возьмет трубку? Госпожа Школкина, это, конечно, самый главный, пожалуй, человек в табачном лобби в Российской Федерации. Так много зла, как ей удалось сделать, никому не удалось сделать. Фактически она контролирует всю законно-творческую деятельность, связанную с табаком в Государственной Думе. Однажды в Америке обнародование подобных фактов стало приговором для десятков табачных лоббистов в Сенате и Конгрессе. А табачные компании судили по закону о борьбе с мафией. Курение сигарет – одна из самых главных проблем, тревожащая наших граждан. От болезней, вызванных курением, ежегодно умирает больше американцев, чем от СПИДа, автомобильных катастроф, убийств, самоубийств, пожаров и войны. Не дожидаясь приговора, табачная индустрия согласилась заплатить самые большие отступные в истории – 206 миллиардов долларов. А также табачные компании вынудили опубликовать все внутренние документы. Именно так мы узнали, как на самом деле табачники получили российский рынок. Андрей Дюмин был одним из тех, кто держал в руках документы табачных компаний, касающиеся России. Теперь он знает, почему с 90-х любые антитабачные инициативы не получили реального воплощения. Вот эти документы, их существование, их содержание заставляют полностью переоценить вообще все законотворчество по табаку 90-х годов, да и по сути и 2000-х. Доклад Николая Федоровича Герасименко о пограничении курения табака и потребления табачных... В 98-м году депутат Герасименко предлагает первый в России антитабачный закон, запрещающий повсеместную продажу сигарет, курение в общественных местах и предусматривающий высокие акцизы на табак. К этому моменту, благодаря агрессивной политике крупнейших табачных компаний, количество умирающих российских курильщиков превысило 400 тысяч человек в год. Если до 93-го года у нас умерла от болезни, связанной с табаком, примерно 250, ну 270 тысяч, ну по разным годам, то сейчас умирают 400-500 тысяч. Но обнародованные цифры не изменили ничего. Жесткие антитабачные меры так и не были введены. Я думаю, было мощное табачное лобби, которое работало и в правительстве, и в Государственной Думе. Почти через 10 лет после провала инициатив депутата Герасименко, Андрей Демин нашел в рассекреченных архивах табачной индустрии письмо, раскрывающее тайны принятия антитабачных законов в российском парламенте. Владимир Аксенов, представитель компании British American Tobacco, который, судя по всему, отвечал за законотворчество в Государственной Думе, этот вопрос курирует. Он написал коротенькое письмо своим коллегам в крупнейших иностранных табачных компаниях, действующих в России. Это письмо датировано 7 июля 1998 года. Вот оно из базы. Здесь он пишет о встрече своей с заместителем председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы Ольгой Беклемещевой и описывает содержание этой встречи. Обсуждался вопрос, как убить законопроект, который первый у нас формировался сейчас по ограничению курения табака. Вы, наверное, были на параде, посвященном 55-летию Победы. Вот там вот шли ветераны по 75-80 лет. Все они курили приму и беломор всю свою жизнь. И шли, дай бог, нам с вами в 75 лет от сортира до спальни так пройти. Не по красной площади. Так что рассказы наши про здоровье, про борьбу за здоровье, оставьте сами себе. Вот кадры заседания, на котором фракции российского парламента обсуждают инициативу закона Герасименко. Когда профессор Заридзе впервые увидел эту пленку, его очень удивили знакомые формулировки. Также обсуждали антитабачные законы в американском парламенте еще в 60-х. Когда слушали первый раз проект закона в Думе, это была Дума еще позапрошлого созыва, я слышал депутатов, которые говорили, я был потрясен, потому что они говорили теми же словами, теми же выражениями, теми же аргументами, которые я слышал много лет назад в Америке. То есть там американцев обучали, американских законодателей обучали те же табачные компании и те же, так сказать, инструктора, будем так их называть, что и наших парламентариев и наших членов Думы. Этот документ – торжественный отчет одного из главных лоббистов табачной компании «Бритиш Американ Табака» о результатах, которых удалось добиться после встреч с депутатом Ольгой Беклемищевой. Документ рассылался и в другие транснациональные табачные компании. Оказалось, на этом поле они не конкурируют, а сотрудничают. Они все очень плотно общаются друг с другом. А вот в других отраслях никогда вы не сможете увидеть президента компании, как говорится, сидящим за одним столом. Это уникальное интервью. Внимание! Впервые свидетель заседаний табачной индустрии говорит о том, что именно обсуждают табачные короли за закрытыми дверями. Где-то какие-то законы, которые принимаются, они могут их немножко смягчить, сделать так, чтобы можно было бы работать. В реальности у них у всех же есть представители в Государственной Думе. О том, кто эти представители, организатор крупнейшей табачной выставки, знает не понаслышке. Вот она, на открытии первого табак-экспо в 2001 году. Рядом представители табачного картеля. А сама выставка проходит в трех минутах ходьбы от Кремля и парламента. Среди приглашенных и вправду много депутатов и министров. Я как депутат, как законодатель сегодня должен... С поддержку выставки табак-экспо-2001 оказывало рекламное агентство «Корпорация Я». Его логотип до сих пор стоит на кассете с видеоотчетом о прошедших в эфир репортажах про выставку. Им нужно было привезти на площадку именно, как говорится, государственных чиновников. И с этой задачей они, в принципе, как говорится, справились. Мы попытались разобраться, кому принадлежит рекламное агентство, способное привезти на выставку табачной индустрии высокопоставленных государственных чиновников. И были немало удивлены результатом расследования. Агентство «Корпорация Я» – детище одного из самых ярых борцов с табачной индустрией – депутата Госдумы Владимира Мединского. Но Россия, вне всякого сомнения, это мемка для табачных компаний. И если во всем мире табачная отрасль активно вытесняется с рынка, то в России вот все, что выкидывается из Европы, из Америки, все было получено, оседает в России. Мы с удивлением обнаружили в числе партнеров господина Мединского на первой странице его сайта были вывешены логотипы. Партнеры – это Бридж Американ Табак и Филипп Моррис. Ну, собственно, может ли он бороться с собственными партнерами? Очень трудно бороться с индустрией, когда связанная с тобой компания оказывает этой же индустрии услуги в продвижении ее интересов. Вы знаете, кто вы сказали в «Корпорации» в тот момент? Да, да. Кто вы сказали? Ну, про Минзинского вы и сказали. Он-то, в принципе, имеет отношение к этому, а я. Как известно, в российском парламенте запрещены две вещи – брать деньги за принятие законов и курить. Но правилами все время кто-то пренебрегает. Джарджики, работающие в табачных компаниях, люди очень изощренны. И действуя по принципу, если ты не можешь остановить процесс, ты должен его возглавить, они сами же финансируют программы по борьбе с курением. Они сами же финансируют программы по разъяснению о вреде курения в школах. Но, естественно, делают это таким образом, что я сомневаюсь, что реальное число курящих школьников уменьшается. Он хорошо знает, о чем говорит. Он и сам во главе этой непримиримой борьбы. В 2006-м возглавляемая им ассоциация рекламщиков получила от Филипп Моррис 22,5 тысячи долларов. Напомним, что депутат Мединский вел борьбу за запрет табачной рекламы. Настолько успешно, что реклама табака осталась почти везде. Александр, один из ведущих рекламных менеджеров табачной индустрии, согласился рассказать, на кого рассчитана табачная реклама. И почему главными потребителями сигарет в России стали женщины и дети. Если вы не охватили женщин, то половина рынка. Вот и все. А дети, почему для табачной компании дети специфические? Потому что привыкание там. Взрослый человек, если он не курит с детства, ему легче отказаться. Крайне важно знать как можно больше об образе и отношениях среди курящих тинейджеров. Сегодня он тинейджер, а завтра наш потенциальный постоянный покупатель. Президент Филипп Моррис, 81-й год. Что бы вы сказали на эту статистику, предоставленную нам мистером Джонсоном? Она указывает, что курить благодаря рекламе чаще всего начинают в период от 15 до 25 лет. Причем чаще в 15. Ну, это вопрос? Да, это вопрос. Вы согласны с этим? Ну, я скажу прежде всего, что я абсолютно с этим не согласен. Даже замечу, если бы я узнал такое, я просто был бы шокирован. Дети – это те, кто не задумывается о последствиях курения. Главная целевая аудитория табачной рекламы не только в России. Один из примеров – гениальное ноу-хау сигаретных королей. Эта компания – мы не продаем табак тем, кому нет 18-ти. Сначала она была придумана на Западе. Табачная индустрия начала в свое время программу под названием «Операция Айди». Вроде бы она запрещает клеркам продавать табак молодежи. Но истинный лозунг программы – молодые не должны курить, потому что это удовольствие только для взрослых. Безусловно, это лишь делает курение еще более привлекательным для подростков. Реальный посыл этой программы состоит в том, чтобы создать молодому человеку ряд препятствий на пути поиска и добычи сигарет. Чем больше вы говорите о проблеме юношеского курения, чем чаще сигареты предстают в образе запретного плода, тем больше молодым людям хочется курить. «Если мы сможем создать превентивное законодательство по доступу молодежи к табаку, то тем самым мы сможем защитить нашу индустрию в будущем». Президент Филипп Моррис, 95-й год. Александр занимался реализацией этой программы в России. Судя по результатам, у него получилось. Кто-то придумал из пиарщиков, там, на Западе красивый ход. Надо детям доказывать, что сигареты – это признак взрослости. Поэтому учтите, что, например, стикеры «курить до 18 лет» распространяют табачные компании. Почему? Потому что это свидетельство, что ты не взрослый. Дети остаются главной аудиторией табачной индустрии еще с 50-х годов. Тогда они размещали свою рекламу прямо в мультиках. Сегодня, когда это стало невозможным, табачники нашли другие способы продвижения своей продукции для младшего школьного возраста. В конце 80-х на Западе на пачках сигарет стали появляться мультипликационные персонажи. Целевая аудитория такого продукта – дети до 14 лет. История повторяется. Только в России теперь это никто не запрещает. Вот сайт сигарет «Кис». Их, кстати, выпускает компания, которую основал депутат Государственной Думы. Утверждается, что аудитория, для которой это нарисовано – взрослые люди. Вам тоже так кажется? Твои любимые тортики, нежные бисквиты и суфле, карамельные ароматы и взбитые сливки – их так хочется. Перед ними невозможно устоять, ведь это только твой праздник. А нежнейшие листья табака из Бразилии, Аргентины, Греции, Македонии, Индонезии и Малави, ароматизированные карамелью и нугой, позволят ощутить букет твоих любимых сладостей. Теперь, когда возраст начинающего курильщика в России снизился до 12 лет, как сделать, чтобы с этим никто не боролся? Конечно же, возглавить борьбу. Татьяна Маркичева уже более 8 лет возглавляет организацию по борьбе с подростковым курением «Твой выбор» – созданную и финансируемую табачной индустрией. Это крупнейшие компании, которые поддерживают как раз работу по борьбе с детским подростком, по предотвращению детского подросткового курения. Они приняли решение о том, что они готовы поддержать нас финансово, с тем, чтобы эта работа проводилась. Операция «АйДи» по превращению детей в потребителей никогда еще не имела такого размаха. Превращение школьников в курильщиков происходило прямо в учебных классах. Учителя в это время думали, что их подопечных действительно отучают от курения. Мы задали Татьяне вопрос, не кажется ли ей, что программа, финансируемая табачными компаниями, убеждает детей, что курение – это привилегия взрослых. И таким образом делает сигареты еще привлекательнее для подростка. Есть такое мнение, безусловно, и, возможно, касательно формулировки «Твой выбор» оно имеет под собой основание, хотя мы на наших тренингах всегда говорим, что никогда не противопоставляйте подростку взрослым. То есть, если вы ему скажете, что мало еще, тебе нельзя курить, «вырастешь тогда» – вот эта фраза должна быть категорически запрещена. Мы всегда об этом говорим. Мы считаем, что ребенок, подросток в силу своих психологических особенностей не в состоянии осознать риски для своего здоровья, вызываемой курением, и сделать осознанный выбор в пользу или против курения. Это продукт для взрослых людей. Они приходят к подросткам и говорят, что курить могут взрослые. Вот подростки не должны курить. Человек должен делать ответственный выбор, курить или не курить. Но дети, вот вы, говорят, дети, старшеклассникам, не можете сделать сейчас этот выбор. А вот если вы станете взрослыми, а там уже такие юноши сидят, девушки, да, сформированные, вот, они говорят, какие же мы дети? А, значит, курение – это выбор взрослого человека. То есть, это еще один из признаков взрослости, да. В этом, конечно, диверсионная деятельность подобных программ, и именно поэтому эти программы поддерживаются транснациональными табачными компаниями. Потрясающий приз! Арбуз вне формата. Вот это надо кейс. Единственный арбуз в мире, который горит и который можно пить. Это вам! Есть еще один способ превращения детей в потребителей. Запрещенные во всем мире рекламные дискотеки для подростков открыто проходят по всей России. Краснодарский край все лето сотрясали акции компании «Бритиш Американ Табака». Они знали, что нарушают закон, и категорически запрещали снимать вечеринки любым журналистам. Это видеоотчет самих табачников для внутреннего пользования. Люди работают, не покладая рук, табачники. Вот, день первокурсника проводят, подвиги ДЛМ. Люди организовали дискотеку, организовали замечательный вечер для первокурсников, которым всего 17 лет. Но есть табачная реклама, от которой ребенка невозможно оградить. Телевидение и кино. Для продвижения своей продукции среди подростков табачники используют несколько десятков лет. Это настолько эффективно, что однажды количество курящих на экране вызвало специальное расследование в Сенате США. Свой доклад о неслучайности появления сигареты в кино делал профессор Калифорнийского университета Стэнтон Глэнс. Мы начали с изучения фильмов 50-х. И что мы увидели? С 50-х курение на экранах перетекало в 60-е, 70-е, 80-е по нарастающей и захватило полностью экраны 90-х. То есть сейчас в кино курят гораздо чаще, чем 50 лет назад. Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун и Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем пять раз за фильм, за скромную сумму в полмиллиона долларов. Филипп Моррис заплатил за появление Мальборо в фильме про Супермена. Я видел этот контракт. Я хочу сказать, что присутствие табачной индустрии в кино коррумпировано до глупости. Если они будут продолжать, если они с легкостью будут принимать сотни тысяч, сотни миллионов долларов за свободное появление в кадре сигарет, это просто несусветная глупость. О том, сколько именно стоит появление сигареты на экране, хорошо знает Джо Эстерхас, один из лучших сценаристов Голливуда. Это он по заказу табачных компаний создал незабываемый образ курильщицы Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Целевая аудитория образа – девочки до 13 лет. Что курение делает в голливудском кино? Оно направляет заряженный револьвер на 13-летнего ребенка, и когда ему исполнится 50, револьвер выстрелит. Я сам начал курить, когда мне было 20, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться, он был честен со мной. Он сказал, послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет. Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам не к чему терять 80% своего здоровья, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения. Однажды, так или иначе. Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов. Потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура в стольких картинах, в том числе в «Основном инстинкте». Мне нравилось заниматься с ним сексом. Он не боялся экспериментов. Она закуривает, а он пытается уйти. И она соблазняет его, предлагая снова закурить. Хочешь сигарету, Ник? Я был вовлечен в эту табачную компанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделал. И, вероятно, я не хотел идти в эту табачку. То, что осталось в прошлом в Европе и США – суровая реальность российских экранов. Однако единственной действенной мерой по борьбе с курением среди детей стала не борьба с рекламой, а повышение цен на сигаретную пачку. Везде, кроме России и нескольких стран Африки, высокие ставки акцизов снизили процент курящих и почти уничтожили проблему детского курения. Единственное, кого это не устраивает – производители табака в России. Больше всего табачные компании боятся повышения акцизов. Потому что везде, во всех странах, где повышались акцизы, сразу же начиналось падение продаж сигарет приблизительно на 10% в год. Россия могла бы получать 20 миллиардов долларов в год, если бы приблизила свои ставки налогов. К ставкам, например, Румынии или Болгарии – это огромные деньги. Для того, чтобы понять, почему их не получает российский бюджет, надо просто посмотреть, кто в Минфине отвечает за табачные сборы. Сотрудник, который в течение многих лет выполнял заказы «Бридж Американ Табака» Филипп Моррис, сейчас работает в Министерстве финансов на должности начальника департамента и зовут его господин Трунин. Мы хотели бы познакомить вас с этим человеком, но он отказывается от интервью. Скорее всего, из скромности, а не потому, что до работы на государство Илья Трунин почти 10 лет выполнял заказы транснациональных табачных компаний в институте Егора Гайдара. Несколько докладов готовил очень талантливый молодой человек Илья Трунин. Расскажите о нем, если возможно. Очень талантливый человек. То есть, готовя доклад для «Бридж Американ Табака», он не общался с представителями «Бридж Американ Табака»? Почему же нет? Конечно, общался с представителями «Бридж Американ Табака», с представителями «Филип Моррис», естественно. Но, ну и что? Именно этот человек, который прорабатывал разнообразные вопросы налогообложения, сейчас в Минфине курирует вопросы формирования акцизов на табачную продукцию. Каким образом это связано с тем, что в Российской Федерации самые низкие акцизы на табак в Европе, я не знаю. Но, мне кажется, это повод подумать и сопоставить некоторые факты. Это заседание Комитета по акцизам и налогам Государственной Думы во время обсуждения акцизов на табак. В одной комнате собрались люди, чьи фамилии в изобилии можно найти в рассекреченных документах табачных компаний. Вот Геннадий Кулик. Мы уже рассказывали о нем. Сейчас он скажет, что повысив цену на сигареты, мы лишим малышей молока. Молока упало еще на 20 литров. Вы рассчитываете так, что вы подняли цену, все, бросили курить, ребенок молока не получит, потому что он будет курить. За его спиной неприметный человек в костюме. Это тот самый Илья Трунин. В президиуме депутат Штогрин. В 2006 году компания «Филипп Морис» перечислила в его фонд с названием «Депутатский» тысячи долларов. Странно, но против повышения акцизов на табак выступает даже заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Вот он говорит о защите такого важного для страны инвестора, как табачная индустрия. Компании, которые производят в России сигареты, это российские декомпании, даже если они с участием иностранного капитала, и в этот налоге они в российский бюджет. Мы не знаем, связана ли эта позиция с шикарной поездкой по табачным предприятиям США, которую ему табачники подарили еще в 1997 году. Но пока существенное повышение акцизов на сигареты отложено до 2013 года. Резолюция по контролю над оборотом табака одобрена. 30 июня 2003 года могло стать для России и поворотной точкой в борьбе с табачной индустрией. Представители всех стран мира ставят подписи под документом, обязательным к исполнению. Всемирная организация здравоохранения принимает рамочную конвенцию по борьбе с табаком. В документе полный запрет рекламы сигарет, запрет на курение в общественных местах, обязательство правительств поднять акцизы на табак и разместить на пачках правду о курении. Эти меры работают почти по всему миру, за исключением России и нескольких африканских стран. Может быть и потому, что на этом историческом заседании делегацию от России представляли не борцы с курением, а табачные короли? Я увидел, что в составе российской делегации присутствует представитель табачного бизнеса, уже международного, Леонид Яковлевич Синельников, руководитель БАТ, то есть Притишамерикан Табака России. Еще более невероятно, но представитель крупнейшей табачной компании оказался в списке делегаций от Министерства здравоохранения России. Тогда в российскую делегацию мне настоятельно рекомендовали включать представителей табачного бизнеса, которые там активно выступали, отстали, что вызывало просто недоумение. Вы можете сказать, откуда было давление на вас, чтобы включить Синельникова в делегацию российскую? Откуда она шла? Можно назвать фамилию или нет сейчас? И фамилию зачем называть? Эти люди уже не работают в правительстве. Лишь спустя пять лет, в 2008 году, сильно ослабленную табачным лобби рамочную конвенцию ООН по борьбе с табаком, наконец, ратифицировали и в России. Она должна была заработать в полную силу уже в этом году. Но этого не произошло. Сейчас уже понятно, почему. Все это время табак убивал по полторы тысячи граждан России в день. Пять аварий Боинга 737. Считайте, что одна из них уже произошла, пока вы просто смотрели этот фильм. Мы знаем, когда речь идет о большом табаке, сопоставление фактов – довольно трудное занятие. И те, кто для сохранения продаж покупает депутатов и министров, режиссеров и продюсеров, больше всего не хотели бы, чтобы вы начали думать и перестали курить. Как это уже произошло почти во всем мире, кроме России и Африки. Просто сейчас, если вам кто-то скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может быть, этот выбор уже кто-то сделал за вас. Субтитры создавал DimaTorzok